Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами узнаем, почему загорается индикаторная лампа давления масла на приборной панели автомобиля. Более подробно это и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы узнаем, почему у некоторых автовладельцев загорается на приборной панели контрольная лампа давления масла в двигателе. Также мы рассмотрим, что делать в случае появления вышеописанного индикатора на панели приборов автомобиля, а также причины и основные неисправности, из-за которых загорается значок в виде красной масленки. Кроме того, узнаем в каких случаях датчик давления масла может загораться ошибочно и как точно установить ту или иную поломку узла двигателя при неисправности. На приборной панели любого транспортного средства имеется множество индикаторов или лампочек, как их называют в народе, которые указывают на сбой в работе, неисправность того или иного узла автомобиля. Индикаторы по важности делятся на первостепенные, как правило красного цвета, и второстепенные, которые обозначаются желтым цветом. Наша задача сегодня рассмотреть одну из самых важных лампочек автомобиля, которая именуется как давление масла. Когда на приборной панели загорается красная масленка, то она сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе внутреннего сгорания. При ее появлении становится ясно, что в автомобиле появился явный признак той или иной неисправности и при этом высокого уровня сложности, первостепенной важности, так сказать. Давайте подробно рассмотрим, что же делать при появлении лампы давления масла в двигателе на приборной панели автомобиля и как решить проблему или неисправность самостоятельно. Для этого давайте с вами первоначально разберем, что же означает негаснущая лампочка давления масла на приборной панели автомобиля. Когда загорается на панели приборов индикация в виде масленки красного цвета, то это в первую очередь означает, что давление масла в двигателе недостаточное. В большинстве случаев такая лампочка появляется только на пару секунд и не несет никакой угрозы для двигателя и его основных узлов. Как правило, лампочка в виде красной масленки появляется при повороте ключа зажигания и сразу же пропадает. Кроме того, такой индикатор может загораться при наличии сильного крена автомобиля в повороте, а также когда осуществляется холодный запуск двигателя в зимнюю погоду. При появлении индикатора в виде красной масленки первоначально необходимо проверить наличие и уровень моторного масла в двигателе при помощи щупа. Если уровень масла находится на отметке ниже минимально допустимого значения, то в этом случае допускается появление такого индикатора на панели приборов в красном цвете. Такую проблему решить довольно просто. Нужно осуществить долив моторного масла до оптимального уровня по щупу. Если индикатор давления масла погаснет, то ничего страшного не произошло. Мы ликвидировали данную проблему. В таком случае мы просто отделались легким испугом и просто не нужно забывать доливать моторное масло в двигатель, а также время от времени его проверять при помощи специального щупа и уровня на нем. Напомним, что оптимальным показателем уровня моторного масла в картере двигателя является отметка, которая расположена по центру щупа между рисками минимум и максимум. Кроме того, при игнорировании моторного масла в двигателе и индикатора в виде красной масленки на панели приборов автомобиля, мы рискуем получить в будущем серьезные проблемы с мотором и его основными узлами. Отметим, что в некоторых случаях лампочка в виде красной масленки может загораться тогда, когда меняется старое моторное масло на новое, а затем после первого запуска мотора индикатор появляется на несколько секунд и, как правило, сразу же исчезает. В том случае, если моторное масло высокого качества и правильно заменено, то индикатор должен погаснуть в среднем через 15 секунд. Если же лампочка не гаснет по истечении этого времени, тогда возможная причина заключается в некачественном масле, масляном фильтре или неправильной замене. В этом случае моторное масло и фильтр нужно заменить на новые, более качественные. Кроме того, замену необходимо произвести в соответствии с регламентом или технической документацией, которая идет непосредственно к тому или иному автомобилю. А теперь давайте с вами разберем следующую немаловажную причину и возможную непосредственно ситуацию, которая вызывает появление индикатора в виде красной масленки на панели приборов автомобиля. Это датчик давления масла. И почему он не всегда точно сигнализирует о проблемах. На исправном двигателе на колостом ходу при 750-950 оборотах в минуту давление масла не должно превышать 0,5 технических атмосфер на квадратный сантиметр. На разных моделей автомобиля устанавливаются датчики, которые измеряют аварийное давление масла с различным диапазоном срабатывания. Как правило, он составляет от 0,3 до 0,9 технических атмосфер на квадратный сантиметр. В том случае, если на транспортном средстве установлен датчик, который начинает срабатывать при величине от 0,7 технических атмосфер на сантиметр квадратный, то отметим, что даже при показателе в 0,6 технических атмосфер на сантиметр квадратный он будет включать индикатор давления масла, то есть контрольную лампу на приборной панели. Как мы описывали выше, данный индикатор будет сигнализировать о том, что как бы произошло аварийное падение уровня давления масла в двигателе. Хотя это возможно и не так. Чтобы точно быть уверенным в том, что датчик давления масла в двигателе виноват или нет в срабатывании индикатора на приборной панели автомобиля, необходимо увеличить обороты коленчатого вала до 1100 оборотов в минуту на холостом ходу. То есть чуть более нажать на педаль газа. Если в этом случае контрольная лампочка погаснет, то можем быть уверены, что моторное масло в моторе у нас в норме и вопросов с ним нет. Если же наоборот индикатор будет непрерывно гореть красным цветом, то нужно срочно направиться на станцию технического обслуживания для измерения давления масла специальным манометром. Данное устройство подключается вместо вышеописанного датчика масла и делается контрольный замер. Отметим, что для того, чтобы датчик давления масла ложно не срабатывал, необходимо проводить периодически прочистку элемента измерения и некоторых выходных каналов двигателя. Для этого нужно открутить датчик давления и внимательно произвести прочистку всех масляных каналов, так как причина обманных срабатываний данного элемента измерения может крыться именно в крупных засорах. И вот, наконец, мы теперь плавно перешли с вами к основным причинам загорания контрольной лампы давления масла и неисправности, на которые он может указывать. И для того, чтобы наверняка установить причину загорания контрольного индикатора давления моторного масла, первоначально необходимо достать, как мы говорили выше, масляный щуп и проверить, не стал ли уровень жидкости больше показателя прошлой проверки. Далее нужно убедиться, не пахнет ли от масляного щупа топливом или чем-либо посторонним, так как может возникать ситуация, когда в мотор проникает охлаждающая жидкость или бензин. И чтобы определить наличие бензина в моторном масле, необходимо достать щуп двигателя и опустить в чистую емкость с водой. Если в воде остаются бензиновые разводы или капли охлаждающей жидкости, то нужно срочно направляться к специалистам на станцию технического обслуживания, так как, возможно, понадобится серьезный ремонт двигателя или его замена элементов. Если же в воде не будет посторонних капель и топливных разводов, то причина проблемы кроется не в этом. Наглядно у себя на экранах вы можете видеть, какое должно быть масло, точнее его уровень, в двигателе, чтобы с автомобилем никогда не происходило никаких проблем. Он должен находиться ровно по центру риса к минимуму и риса к максимуму. При возможных неисправностях двигателям, что привело к появлению индикатора контрольной лампочки давления масла, данные проблемы довольно просто заметить. Как правило, неисправности мотора сопровождаются повышенным расходом топлива, существенной потерей мощности, а также довольно часто из глушителей выхлопной системы автомобиля начинает выходить дым синего или сизого, а также, возможно, в совсем уж тяжелых ситуациях, дым черного оттенка с четкими контурами. Кроме того, отметим, если показатель моторного масла в двигателе находится в норме, то не нужно переживать за то, что контрольная лампа низкого давления довольно долго не гаснет. Например, при запуске в холодную погоду. Заметим тот факт, что при прогреве автомобиля в зимнюю погоду, при низких температурах на улице, данный момент является вполне нормальным эффектом, в отличие от летней погоды и высоких температур. В заключении отметим, что при регламентной проверке уровня моторного масла на ощупе, правильной и своевременной замене расходных деталей двигателя, довольно редко у автовладельцев загорается на приборной панели индикатор в виде красной масленки. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что после ночной или длительной стоянки транспортного средства моторное масло стекает из всех каналов в нижний картер и становится густым. При следующем запуске двигателя масляного насоса необходимо определенное количество времени, для того, чтобы накачать рабочую жидкость и заполнить все каналы с магистралями мотора, для того, чтобы образовалось оптимальное давление в нем. Например, моторное масло к таким элементам двигателя, как шатунные шейки или направляющие каналы, поступает раньше, чем к тому же датчику уровня давления. В связи с чем, быстрый износ двигателя и его деталей в современных автомобилях полностью исключен. Заметим, что не стоит волноваться, если контрольный индикатор давления моторного масла на приборной панели не гаснет в течение 3-5 секунд. Данный фактор является не опасным, исходя из технической документации заводов и изготовителей того или иного автомобиля. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему «Почему загорается лампа давления масла на приборной панели автомобиля». Более подробно эти и другие материалы вы можете почитать на нашем сайте bazlight.ru Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их и нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте bazlight.ru. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи.